Труба зовет. Европа потребовала больше газа из России. Статья на РИА Новости за 24 февраля 2020 года. Наталья Димбинская. Уже сейчас в Европе не хватает голубого топлива, а переход на возобновляемые источники энергии лишь усилит потребность в нем. Об этом предупредил министр экономики Германии Петер Альтмайер. Берлин считает, что Северный поток-2 надо завершить как можно скорее, но трубопроводного газа все равно будет недостаточно. Придется закупать еще и российский СПГ. Газ вместо угля. Отказ от угля – ключевой элемент зеленой стратегии Евросоюза, направленной на борьбу с глобальным потеплением и выбросами парниковых газов. Германия к 2038 планирует закрыть все угольные электростанции. Их переведут на газ, так что спрос на голубое топливо резко возрастет. Радикальный зеленый требует вообще отказаться от углеводородов и полностью перейти на возобновляемые источники энергии и водород. Но, как заявил федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер, не стоит рассчитывать, что водородная стратегия позволит отказаться от газа. Наоборот, в контексте новой климатической политики Европе понадобится еще больше голубого топлива. И уже очень скоро. Потребность в газе, подчеркнул Альтмайер, не уменьшится и при переходе на возобновляемые источники энергии, которые очень зависят от погоды. Чтобы удовлетворить спрос на энергию в ночное время, когда не работают солнечные батареи, или в период безветрия, когда бездействуют ветряные электростанции, понадобится водород. А самый доступный источник водорода как раз природный газ. Так что зависимость Европы от российских поставок лишь усилится. Водород можно производить из газа и в России, затем перекачивая его в Германию по Северному потоку-2. Но энергозависимость ЕС от Москвы от этого не ослабеет. Достроят в любом случае. После того, как в конце декабря Вашингтон ввел санкции против Северного потока-2, швейцарский подрядчик Олсис прекратил укладку труб в Балтийском море. Газопровод готов на 94%. Требуется сварить и опустить на дно всего 160 км труб. Как заявил Блумберг министр энергетики США Дэн Бруэт, Россия не сможет самостоятельно закончить строительство газопровода. По его словам, задержка будет очень длительная, поскольку у Москвы нет соответствующих технологий. Между тем, как стало известно в начале февраля, Датское энергетическое агентство обсуждает с Nord Stream 2 AG различные варианты завершения строительства. Один из них предусматривает внесение дополнений в разрешение на прокладку труб, благодаря которым оставшиеся работы смогут выполнить российские суда. О скором возобновлении строительства свидетельствует активность в районе трубопровода. 16 января туда прибыло многофункциональное судно «Стрелэксплорер». Находящиеся на борту два подводных аппарата с дистанционным управлением располагают оборудованием для трехмерной фотографии и других геофизических исследований. В Nord Stream 2 подтвердили, что корабль проводит исследования по маршруту газопровода. О том, что Россия в состоянии завершить строительство, заявил и Райан Зелли, руководитель австрийской нефтегазовой компании ОМВ, финансирующий проект. Для этого нужно подходящее судно. Зелли подчеркнул, что укладка труб на небольшой глубине не требует супертехнологий. В «Газпроме» тем временем уже обозначили четкие сроки – конец 2020 года. Грозит дефицит. Пока проект откладывается, в Германии уже подсчитали, что даже запуск «Северного потока-2» не покроет растущих потребностей старого света в голубом топливе. В 2018 году Европа импортировала 390 млрд кубометров газа. Больше половины обеспечила Россия. «Газпром» поставила рекордные 201,7 млрд кубов. С вводом в строй «Северного потока-2» мощностью 55 млрд кубометров в год экспорт существенно увеличится. Но, как сообщил в октябре Андреас Шеренбек, глава немецкой энергетической компании, партнера «Газпрома» по трубопроводу, даже это не удовлетворит растущий европейский спрос. По его оценкам, в перспективе дефицит газа на континенте может достичь 300 млрд кубометров в год. Это результат не столько повышения потребления газа европейцами, сколько неуклонного снижения собственной добычи. Так, на нидерландском месторождении Гронинген, на которое приходилась шестая часть газодобычи в ЕС, сейчас консервируют скважины. А окончательное закрытие месторождений недавно перенесли с 2030 на 2022 год. Надо учесть и сокращение поставок из Норвегии и Великобритании, напоминает глава ЮНИПЕР. Образуется весьма существенный разрыв между спросом и предложением, поэтому уверен он, в Европе скоро понадобится больше и трубопроводного газа, и СПГ. Нынешняя ситуация с СПГ на европейском рынке явно говорит о том, что и здесь ожидаемое увеличение поставок обеспечит в основном Россия. Альтернативных источников практически нет. Норвегия сделает это не в состоянии из-за истощения месторождений в Северном море. А Алжир снизил экспорт на 20% и сдает позиции крупного европейского поставщика из-за повышения внутреннего спроса. Наталья Дембинская Труба зовет. Европа потребовала больше газа из России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова